Деятельность общества-мемориал, возникшего в 87-м году, посвящена двум основным целям. Первое – это возвращение стране её памяти, увековечение памяти жертв, восстановление имён многих безымянных жертв репрессий, восстановление имённых палачей. Вторая цель – это предотвращение подобного рода преступлений в настоящем и будущем, борьба за свободу слова, за свободу мысли, за свободу политических высказываний. И забота о политзаключённых. Люди, пытающиеся запретить мемориал сегодня, не только те, кто пытаются обелить преступное прошлое страны, выставить его в другом свете. Это ещё и люди, которые боятся, что их сегодняшней преступной деятельности будет положен конец. Общество-мемориал – это живая память и живая совесть сегодняшней России. В конце монолога барона Пушкинского «Скупого рыцаря» есть такие строчки. «Иль скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла?» Совесть – когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть – незваный гость, докучный собеседник. Взаимодавец грубый – это ведьма, от которой меркнет месяц, и могилы смущаются и мёртвых высылают. Для людей, которые пытаются сегодня запретить мемориал, приклеивая ему ярлык «иноагента», совесть – это ведьма, от которой смущаются могилы. Государство, которое пытается запретить своим гражданам вспоминать свою собственную историю, государство, отказывающееся от своей памяти и от своей истории, лишает себя будущего. «Мне страшно за будущее такого государства». Мемориал обязан продолжать свою работу по преодолению страшного трагического прошлого России и по предотвращению трагического будущего России. Мемориал должен жить. Мемориал должен жить. Мемориал должен жить.